Я нахожусь на площади Италии, Плаздо Италии. Прямо больших достопримечательностей на этой площади нет. Памятников, еще чего-то есть. Интересное здание, старинная ратуша. Чаще всего такая мэрия района. Я так думаю, что там мэрия все-таки находится. Сюда я никогда не заходила. Но вот с другой стороны есть торговый центр большой. Называется Италии 2, скажем так. Если женщинам нужна шоппинг-терапия, вы где-то рядом ночуете в гостиницах этот большой торговый центр. Есть небольшой парк, сквер. У меня с этой площадью связаны очень интересные воспоминания. Я расскажу этот прикол, что со мной здесь произошло как-то. Очень шумно, много транспорта. Но я надеюсь, меня услышат. Итак, в 2016-м я решила слетать в Дублин. Я увидела рекламу, что недорогие билеты на самолеты туда-обратно. Жила я в тот момент в хостеле. У меня не было ночлега. И посмотрела, что самолет всего лишь 80 евро туда-обратно. И думаю, какая разница платить в хостеле. Здесь, в Париже или там в Дублине цена одна и та же. Хоть съеджу, посмотрю столицу. И решила я полететь в Дублин. Полетела я в Дублин. Уже вернулась. И самолет опоздал. Прилетела я в Орли. Мне надо было взять трамвай. Я думала, как бы побыстрее добраться. Я ночевала в центре Парижа, возле Гарды Леон. Там был Хостел Блю Планет. Прямо рядом со станцией. Я думала, как бы побыстрее. Я думала, сейчас трамвайчика выскочу и возьму. Не метро там было, а РР. Там была электричка. Я выскочила и бросила этот трамвай. А РР уже не работала. Электричка не работала. Думаю, блин. Упустила и трамвай, и электричку не пересела. Я вернулась обратно на трамвай. И когда я подъехала на трамвай к метро, метро уже сдохло. Я расстроена. Уже час ночи. Около часа было. А сейчас метро закрывается. Я думаю, что же делать? Я подхожу в окошко. Говорю, мне надо в Париж добраться. Она говорит, ну берите N такой-то номер. Я ей говорю, а что такое N? Она говорит, это ночной автобус. И дает, значит, мне номер автобуса. Говорит, ну вы еще один поменяете потом на Плаздо Италии. Ну я думаю, я радостно уже. Думаю, хоть какой-то транспорт-то будет добраться. Сажу, значит, на первый этот автобус, еду. И вот тут осечка происходит. В Париже есть несколько названий очень похожих. Плаз де Италии и Порт де Италии. И вот Плаз де Италии, где я сейчас нахожусь, это площадь Италии. А Порт это как выход, как ворота. И по всему Париже вот эти два названия, они одинаковые. Каждый раз идет Плаз и Порт, а название одно и то же. И я перепутала и вышла не на Плаз де Италии, а на Порт де Италии. И бегаю по остановке, не могу второй автобус найти. На одной остановке я подхожу к мальчику и говорю, вы не знаете автобус такой-то. Он говорит, так это не здесь, это вот там две остановки отсюда. Вернее, я сказала ему, наверное, что Плаз де Италии. Он говорит, это не Плаз де Италии, это Порт де Италии. И тут я понимаю, что я не там вышла. Я свой автобус потеряла один, потому что я вышла с него. А там я должна взять другой. А разница между ними на минут десять или сколько составляет. Он говорит, вы пройдите две остановки вперед, и там, значит, будет Плаз де Италии. Ну, расстроена с багажом, я тащусь, значит, дальше. И вдруг я вижу, как навстречу едет тот самый второй автобус, который я должна была взять. Я уже и этот автобус потеряла. Но все-таки я как-то дошла на эту станцию и нашла здесь автобус похожий, который тоже шел туда, куда мне надо, на Горде Леон. И где-то полтретьего я все-таки добралась до этой гостиницы, до хостела. На регистрации мне говорят, вы видите время? Полтретьего. Я говорю, да, но у меня самолет опоздал. Но я не стала рассказывать историю, что я два часа никак не могу доехать. Вначале трамваи, потом я потеряла электричку, которые уже не ходили. Потом я вышла не на той остановке. Потом я потеряла следующий автобус. Нашла еще один автобус. Ну, в общем, как-то я добралась. Но с тех пор я очень хорошо знаю, что такое N. N – это ночные автобусы. И когда у меня были такие случаи, что транспорт уже заканчивал ходить в метро, я уже знала, где эти автобусы. Какой автобус идет к тому месту, где я живу. Я узнала быстро, как сориентироваться. И вот такой необычный казус, который произошел со мной после Дублина, все-таки дал мне возможность легко ориентироваться и быстро брать автобусы. Ночью если вдруг ты потерял метро уже, и оно перестало работать. Метро в Париже работает до часу ночи, по субботам до двух. Так что, если вы оказались в Париже, и вдруг по какой-то причине метро перестало функционировать, поломка, еще что-то, и это около часа ночи, быстренько ищите ночной автобус. На остановках пишется номер N, и куда он идет, его движение. И вы всегда доберетесь, куда вам нужно ночью, даже если уже метро не ходит. Не потеряетесь. Вот такая история со мной произошла на этой площади. Поэтому и площадь эту запомнила. Ну а так здесь больше ничего примечательного нет. Тут есть памятник маршалу Франции, Альфон Жун, даже не знаю кто, точно не буду рассказывать. Для них, наверное, он известный товарищ, я не знаю о его подвигах. Я не настолько знаю хорошо историю всей Франции. Здесь большая узловая станция метро. Пятая, шестая, седьмая линия. Тут маленький парк, если посидеть, отдохнуть. Ну и, конечно, для женщин шоппинг-терапия и торговый центр. И добро пожаловать в Плаздо Италии.